Сегодня сложилась уникальная ситуация. Если до этого, до момента лета 2021 года, я рассматривал краудфаундинг, сетевой бизнес, MLM, как какое-то развлечение, мне просто было это интересно, любопытно, мне рассказывали, показывали какие-то графики, цифры, рисовали роадмапы, то летом 2021 года произошло массовое закрытие сетевых компаний. Подавляющее большинство тех, кто себя позиционировал как финансовые компании на рынке MLM, больше не существует. Всем знакомо слово скам. К сожалению, кто-то от этого пострадал. Мы же столкнулись с уникальной ситуацией. Сегодня у нас поток желающих стать участниками наших проектов в 10 раз превышает наши мощности по их обработке. Мы работаем в режиме билетной кассы. Представляете, то есть мечта любого бизнеса, когда человек приходит, задумывает какую-то бизнес-модель, бизнес-идею, консалтинг, сотовая связь, даже банк. Очередь желающих к нему не стоит. А у нас это действительно объективно так. Кто заметил увеличение сроков вывода? Поднимите руки, пожалуйста. Это нагрузка мощнейшая на инфраструктуру. Мы сейчас сталкиваемся с тем, что приходится обрабатывать заявки не только роботизированно, но и вручную. Сейчас идет умощнение инфраструктуры. Ко мне поступило предложение. Алексей Григорьевич, давайте откажемся от планового умощнения, давайте сделаем инфраструктуру, которая выдержит там 500 тысяч человек прямо завтра. Я попросил подготовить мне бюджет этого предложения. Готовы с завтрашнего дня начать платить за вывод от 10 до 200 долларов? Я нет. Я твердо считаю, что вывод должен оставаться бесплатным, выгодным для всех, и плановое умощнение наших именно механизмов по выводу приведет к гарантированным 72 часам. Я поставил срок 2 недели, чтобы, невзирая ни на какой наплыв участников, с середины августа вывод вернулся к 72 часам. Каждый день мне показывают графики. Пока это полностью красная зона. То есть дольше, дольше, дольше. Где-то 50%, может быть 55% заявок выполняются в оговоренный срок, остальные дольше. Но это связано с тем, что к нам все больше и больше присоединяются те, кто не хочет больше участвовать ни в каких финансовых аферах, а хочет вместе с нами повышать свою финансовую грамотность. Субтитры создавал DimaTorzok